Я очень соскучилась по друзьям из России, которых не видела столько, сколько длится пандемия. Я живу в Берлине. Сюда могут летать в основном только привитые западными вакцинами. Спутник — непризнанная вакцина, но тоже хорошая. Но почему? Почему же такая смертность? И каждый день, каждый день начинается с новостей из России с одних и тех же слов. Новый максимум. Растет число заболевших коронавирусом. Данные по смертности антирекордные. В России, как сообщается, зафиксировали новый максимум смертности. От COVID-19 новости приходят довольно тревожные. Больше 800 умирающих каждый день — это очень большие цифры. Самое большое количество заболевших можно ждать к середине ноября. При этом уже сейчас побиты антирекорды и по заболеваемости, и по смертности. И вот что заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. И правительство, и президент занимаются темой коронавируса на ежедневной основе. В России уже больше 8 миллионов человек с начала пандемии заболели короной. Это официально. Россия вышла на третье место в мире по избыточной смертности после Перу и Болгарии. Избыточная смертность на нашей родине уже почти 800 тысяч с начала эпидемии. Это данные на вторую половину октября. Но открываем другие новости. Читаем. В Подмосковье за подделку сертификатов вакцинации от ковида арестованы два медика и шесть посредников. Их услугами воспользовались не менее 60 человек. Но скорее более. Вряд ли их посадят. Там будут условные сроки. Они же не на митинг ходили. А если посадят, так и ничего страшного. В тюрьмах России ковида нет вообще. Это следует из отчетов в СИН. Ни пыток, ни ковида. Короче, рай. Вот где комфортно пережить пандемию. А еще, судя по всему, хорошо в ресторанах, особенно дорогих. Меня совершенно заворожила церемония вручения мишленовских звезд в Москве. То, что дорого и богато, это неудивительно. Но я не могла оторвать глаз и от сцены, и от публики в зале. А плотность, как в банке толстолубиков. И лично мэр, тоже по-простому, без опостылевшего намордника. В Москве очень много звезд. Но мишленовских еще не было. Я поздравляю с этим событием. Поздравляю, Москва! В Европах такой демократии, с позволения сказать, давно не видели. Мы в театре и концерты ходим строго в масках, не говоря уже про транспорт и магазины. Если вдруг маска сползает с носа, тебе на это строго укажут и оштрафуют. Но так нам и похвастать нечем в этом смысле. Никаких таких рекордов. И привиты больше половины, и тяжелых случаев, в отличие от России. Кот наплакал. Вся Европа в намордниках. Смотрим на беззаботных и безмасочных людей в России с благоговением. Вот же отчаянные. Но ничего не боятся. Не самим заболеть, а других заразить. Гвозди бы делать из этих людей. Если вдруг грянет мировой дефицит на рынке скобяных изделий. Такое ощущение, что российские власти, провозгласившие год полтора назад полную победу над вирусом, по-прежнему верят в это. Не знаю, смущает ли их провал вакцинирования. А также, чем прививался Путин? Зачем засекречивали этапы исследования спутника? Зачем рассказывали ужасы про западные вакцины? Говорят, в метро теперь в России пускают по системе распознавания лиц. FacePay. Мало того, что это очень важная новость о полной победе большого брата над правами человека, так это еще и полная победа над масками. Как будто бы большой брат говорит нам, все умрут, а я останусь. Между тем Россия, который день удерживает первое место в мире по смертности от ковида. С 25 октября в Москве тем, кто старше 60-ти, не привился и страдает хроническими заболеваниями, рекомендован домашний режим. А работодатели обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее трети сотрудников. Прозвучит ли слово «локдаун»? Иг 27 октября где защищ 점ю от ковида «звучит лиц»? Видеография и вправе «локдаун»? Субтитры создавал DimaTorzok